смотрите первое с чего хочу начать вот уже 15 лет как я работаю в баскетболе с профессиональными баскетбольными командами и когда я первый раз пришел до ровно 15 лет назад мой первый вопрос был для тренеров с кем я начинал работать для тренеров которые до меня уже работали и занимались физической подготовки это вопрос какие упражнения базовые упражнения вы используете для развития скоростных скоростно-силовых качеств баскетболиста и я вывел для себя скажем так три основополагающих базовых групп упражнений вот я сегодня покажу две группы про третью просто расскажу словесно значит первое вот то что я заметил это что выявил это то что для развития скоростных качеств в основном в командах использовали вот эти вот лестницы squares и ну просто если вот посмотреть на то как выполняют я определился во мнении что эти упражнения в основном используются на ритм что в целом неплохо но меня немножко как бы смутило то что а какое это отношение имеет к баскетболу непосредственно потому что я обратил внимание что практически те же самые упражнения используют в футболе используют в теннисе используют в спортивных танцах кстати я просто поинтересовался откуда вообще вот пришла вот эта вот штука вот этот тренажер и спортивных танцев для тренинга ритма что повторюсь само по себе неплохо но скажем для так для развития баскетбольной скорости имеет достаточно опосредованное значение равно как и конусы и обратил внимание что многие используют конусы я просто на примере молодых спортсменов покажу с чего все это начиналось когда идет какое-то набегание и люди делают ну скажем так специальные какие-то восьмерки с забеганиями сейчас вот у меня просьба парни просто попробуйте повторите вот эти упражнения здесь вам надо сделать просто вот эти вот латеральные переходы а вам с набеганием и восьмерочку друг за другом поехали только не быстро медленно медленно да 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 то есть обратите внимание вот ну более менее все эти упражнения делают то есть чего-то сложного в них нет так или иначе все делают и как правило делают на одной и той же скорости в одном и том же ритме и это хорошо тренирует ритм про третью группу упражнений когда я спрашивал многие тренеры использовали скакалки само по себе тоже неплохо и развивает там определенные качества такие как прыгучесть но в большей степени ритм и просто как бы повторюсь какое это отношение имеет к баскетболу имеет потому что развивает ритм но этого недостаточно недостаточно и у меня именно мне повезло в начале моей работы именно с баскетбольными командами был интересный семинар на котором я столкнулся с тренером по физподготовке из майами хит его звали билл форан он до сих пор работает в этой команде это тренер который является являлся тренером индивидуальным тренером шакила унила и ряда других известных игроков и вот он тоже давал такой открытый урок с показом различных групп упражнений и один из вопросов которые ему задали а почему вы используете очень мало прыжковых упражнений на развитие прыгучести и билл сказал такую вещь которая ну наверное поменяла мою ментальность мое понимание работы он сказал что поймите правильно баскетбол перестал быть вертикальным видом спорта баскетбол современный баскетбол это горизонтальный вид спорта это в первую очередь изменение направлений контакт стойка позиция и вот эти вот его слова стойка позиция заставили меня немножко по-иному взглянуть на скажем так свой подход и методологию в развитии тех или иных качеств и первое чего бы я хотел сказать начать это с трех таких найти простейших основополагающих тестов которые использовались еще советской практике практически для всех видов спорта первое это в первую очередь скажем опыт наблюдения за спортсменами которые включают в себя первое морфологию это изучение размера спортсмена то есть его рост его вес его размах рук его положение центра тяжести почему это важно знать потому что морфология и размер имеют значение в первую очередь на технику выполнения упражнений второе это качество мышц их гибкость их сила которые тоже влияют на технику выполнения упражнений и третье которые непосредственно ближе уже к баскетболу это способность скажем так этих мышц реагировать на показ и умение повторить те или иные упражнения которые показывает и рассказывает о которых тренер то есть это способность как говорят так называемая мышечная память и вот давайте начнем с морфологии просто я покажу ряд простейших тестов которые используются нами до сих пор и в сборной национальной команде используется в в том числе и в юношеских молодежных командах парни сейчас подошли ко мне мне очень важно чтобы вы сейчас стояли в линию вот здесь вот вот в одну линию то есть вот даже на этом примере чуть-чуть возьмите расстояние расстояние должно быть вытянутые руки отлично обратите внимание ну с той или иной поправкой разный тип телосложения телосложения то есть вот если спортсмены вытягивают руки обратите внимание в том числе разный размер который включает в себя положение центра тяжести размах рук ширину грудной клетки ширину плеч размер стопы это имеет значение давайте начнем с простейшего с того что по скажем так основам спортивной биомеханики 50 процентов вертикальных нагрузок приходится на стопу то есть если бы рассмотреть биомеханические структуру строения тела человека то 50 процентов распределение вертикальной нагрузки идет на стопу и вот если взять вот в срезе просто посмотреть как работает наша стопа с чего надо начинать то есть очень очень простые тесты вот один из этих простых тестов это стойка на одной ноге сейчас парни просто под мою команду встали на одну ногу и согнули противоположную без разницы какая вот обратите внимание то есть опять таки скажем так разное положение разная устойчивость я потом покажу в динамике как можно за одну тренировку ввести определенные корреляционные упражнения вот сейчас стоим 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 попробовали закрыли глаза то есть вы видите что есть определенные проблемы эти проблемы связаны в первую очередь открыли глаза опустили ногу и сейчас встали на другую ногу и опять стоим держим равновесие вот это простейшее упражнение которое развивает в первую очередь проприорецепцию устойчивость работа вот этих мелких мышечных групп отвечающих за устойчивость конкретно стопы сейчас закрыли глаза парни отлично то есть вот следующий вопрос что с этим делать как развивать проприорецепции многие говорят надо качать стопы надо тренировать стопы как каким образом с чего начинать я покажу такие вот базовые упражнения которые спортсмены в данном случае в сборной национальной команды используют регулярно начиная уже буквально с первых тренировок особенно после отдыха когда некоторые рефлексы скажем так ну затухают дальше хорошо чуть-чуть парни дальше и вот первые тренировки посвящены обычно скажем так вот ну работе над проприорецепции это различные балансы это различные стойки это различные там положения на одной на двух ногах и так далее но начинаем снимите кроссовки мы из простых мячей это либо теннисные мячи либо ортопедические мячи либо так называемые двойные теннисные мячи и в данном случае раньше я тейпом скручивал два теннисных мяча сейчас просто есть возможность купить вот такие двойные мячи сейчас ведут каждому парню дам по мячу и покажу что мы будем делать ортопедия и еще один мячик такой двойной вот обратите внимание что в этом положении такие упражнения можно делать что можно выполнить обыкновенные простые так называемые роллы когда ты стоишь у стенки либо сидишь на скамейке начинаешь просто напросто крутить мяч крутить стопой мячик с упором с продавливанием проходя по наружным по внутренним сегментам это такой своего рода как бы самомассаж поехали парни крутим стараемся давить на мячик который как бы называется миофасциллярный релиз вот этот так называемый сам самомассаж или роллинг приводит к тому что вы увеличиваете кровоток в первую очередь в этой зоне и тем не менее улучшаете скажем улучшая кровоток вы укрепляете вот этот мышечный связочный аппарат в первую очередь некоторые упражнения достаточно болезненные с некоторыми мячами потому что разная степень жесткости и по мере тренинга эту жесткость все-таки надо увеличивать если вы спросите сколько по времени достаточно минута плюс минута достаточно две-три серии но старайтесь приучать своих атлетов без разницы молодые спортсмены начинающие или спортсмены которые достаточно опытные имеющие хронические какие-то проблемы и травматизм использовать вот этот такой вот подсобный материал я понимаю что не везде есть вот подобного рода мячи но тем не менее скрутить два теннисных мяча или просто работать с теннисным мячом я думаю что это доступно вот это то с чего обычно и то что мы весь тренерский штаб рекомендуем нашим спортсменам то с чего мы начинаем тренировку то есть начинаем задолго до свистка главного тренера как правило мы даем людям и предупреждаем 40 минут на самоподготовку и вот самоподготовка на начальном этапе включает в себя вот этот вот роллинг так называемый парни левой правой ногой покрутили покрутили повращали покрутили не ленитесь покрутите и потом еще один раз тест с вами вот эти стоечки на одной ноге проведем и посмотрим нашу разницу следующее есть различного рода балансировочные тренажеры так называемые подушки различные таблетки я их называю и полусферы боссу которые тоже являются достаточно универсальными тренажерами хорошо тренирующими в первую очередь проприорецепцию устойчивость сейчас просто ряд упражнений которые мы сделаем они простейшие пока только стойки вот сейчас просто мне надо парни чтобы вы ну буквально там под мою команду встали и на одной ножке постояли просто постояли потом поменяли под мою команду простейшие стойки простейшие можно в кроссовке можно без встали на одной ножке опять таки это упражнение на проприорецепцию на тренинг проприорецепторов то есть коротких маленьких связок и мышц, отвечающих за стабилизацию, за устойчивость, за опорные усилия, за их перераспределение. Потому что зачастую мы видим, как некоторые, особенно молодые, ходят либо с носка, либо с пятки, либо на наружном своде. Это опять-таки говорит о слабости проприорецепторов в первую очередь. И вот всякого рода вот эти вот изометрические упражнения, стойки простейшие, которые включают там 30-60 секундную стойку со сменой, парни поменяли. Они хорошо тренируют вот именно опорно-двигательный аппарат, конкретным образом стопа, где, повторюсь, 50 процентов распределения вертикальной нагрузки приходится на стопу. То есть достаточно короткий связочно-мышечный аппарат удерживает, ну можно сказать, вот 50 процентов нашего тела. Отлично. Более сложный вариант, когда мы становимся вот на всякого рода таблетки и полусферы. Попробовали, парни. Это уже более сложный, более тяжелый вариант для более подготовленных. Но тем не менее, люди так или иначе координируются, группируются. Постояли, парни. Постояли чуть-чуть. Буквально под мою команду поменяете. Отлично. Поменяли. Поменяли ногу. Замечательно. Замечательно. Вот теперь можно зашнуроваться, одеть кроссовки. Вот смотрите, вот эти вот упражнения, они имеют различные модификации. Как та же самая полусфера, когда вы можете с ноги на ногу и опять в стойку становиться. То есть вариантов массы и на тех же самых подушках, когда стойки переходят в различного рода ротаторы или стабилизаторы или лонжи. То есть множество вариантов. опять-таки все зависит от степени подготовности и от уровня подготовности и от уровня координационных способностей. Пока нет, пока опустим. Нашнуровались парни. Сейчас даже вот давайте посмотрим, как вот сравнительная характеристика. Вот мы сделали ну буквально там всего ничего. Уделили этого всего лишь 3-5 минут. Чуть-чуть веселее. Смотрите, вот опять, парни, мне нужна стоечка на одной ноге. Спокойно встали. Чувствуете, да? То есть вот баланс. Чувствуете себя гораздо увереннее на одной ноге. Закрыли глаза. То есть, видите, уже не кидает. Вот даже, вот даже я говорю, вот прошло 3 минуты. Нету вот этих вот перекосов, переходов. Поменяли ногу парни. Точно так же сделали. То есть это вот смысл всего вот этого тренинга. Опять закрыли глаза. Вот в данной ситуации, так или иначе, проприорецепторы готовы к дальнейшей работе, к получению дальнейших нагрузок. К ускорениям, к остановкам, к прыжкам, к бегам и так далее. То есть простейшая методика, которую ну надо давать, если вы знаете, что вот ваши спортсмены уже в таком возрасте тейпируются до тейпирования. То есть эти упражнения не делаем в тейпах. Они делаются без тейпов. Следующее. Из морфологического тестирования. Есть очень-очень простая методика еще от профессора Верхошанского. Так называемые 5 стоек. 5 стоек или 5 приседаний. Неплохо просто вам им напомнить. Я думаю, все те, кто заканчивали институт физкультуры, хорошо это помнят. Парни, опять мне набрали расстояние вот здесь вот, да-да, на усах. Руками. И смотрите, есть так называемые базовые основы, базовые 5 стоек. Это опять морфология, то есть изучение размера и работы мышечных звеньев. Первая стойка, обратите внимание, это руки на пояснице и я делаю сет до угла 90 градусов с подъемом. Второе. Так называемый сквад-тест. Тест на приседании, когда руки идут в поясницу, локти наружу и я делаю тот же самый сет. Третье. Когда руки я ставлю на плечи, локти в стороны и делаю еще раз тот же самый сет. Четвертое положение. Открытая стойка, когда я вывожу, смотрите, плечевую часть параллельно, 90 градусов локтевой угол и я сажусь, опускаясь. До 90 сижу сет. И последнее, самое тяжелое, это когда я вывожу руки наверх в вертикаль, ставлю плечи и опять опускаюсь. До 90 держу сет. Вот сейчас мы посмотрим вот на уровне, скажем так, начинающих спортсменов, какие у людей существуют проблемы и как мы можем на них реагировать. Первое, парни. Руки здесь. И под мою команду. Мне важно, чтобы под мой счет вы делали. Я буду считать и раз, и два, и три. И вы под мой счет будете делать, смотрите, и раз, и два, и три медленно наверх. И раз, и два, и три медленно наверх. То есть вы садитесь, под мой счет. А поднимаетесь уже быстро. Хорошо? Поехали. И раз, и два, и три. Отлично. Встали. Еще раз. И раз, и два, и три. Встали. Видим проблемы, да? Повернулись теперь левым боком. Поехали. Встали. Раз, и два, и три. Отлично. Встали. Еще раз. Раз, и два, и три. Встали. Первое. Повернулись теперь в лесу. Первое. Самое главное. Обратите внимание. Вот мы видим такую ситуацию, когда спортсмен, садись медленно. Раз, два, три. Смотрите, что получается. То есть парень садится в носочки. Колени уходят внутрь. К чему это приводит? И почему вот существует в данной ситуации вот такая вот, такая стойка, такая позиция? В первую очередь, это говорит о том, что все-таки слабая стопа, слабые проприорецепторы, и, как правило, негибкие. Вторая очередь. Почему ноги уходят коленями внутрь? Потому что слабая ягодичная мышца, задняя поверхность бедра. И последнее. На этом фоне, когда ты садишься в носочки, естественно, чтобы удержать вертикальное положение, ты на гиперлордозе поднимаешь и отбрасываешь плечи назад. То есть по всем параметрам травмоопасная и неправильная стойка, которая говорит мне также в том числе о том, какие качества необходимо развивать человеку. То есть я понимаю, что когда он опускается в носочки, колени внутрь, то у него отсутствует задняя поверхность бедра и ягодицы. Ну, также пояснично-крестцовый отдел не работает по причине того, что здесь идет компенсация. Это говорит о том, что у парня слабые, в том числе, если разбирать качества, скоростные возможности. Потому что сократительная реакция по скорости идет за счет задней поверхности бедра. Это так называемые красные волокна, быстрые мышцы. У нас есть передняя поверхность. Это сильные мышцы, медленные, белые и красные волокна. Сократительная поверхность, вот задняя поверхность бедра, отвечает за скорость в первую очередь. И вот априори я могу сделать вывод, что помимо неправильной стойки, помимо того, что недорабатывает парень стопой, помимо того, что колено уходит внутрь и у него идет гиперзрузка на связочный аппарат коленного сустава, у него еще, как правило, отсутствуют, скажем, скоростные возможности задней поверхности, сократительные возможности. И в том числе есть определенная проблема, когда он не держит, скажем так, стойку за счет спины в том числе. То есть это говорит мне и лишний раз дает информацию о том, над чем надо с человеком начинать срочно работать. Как исправлять вот эту стойку. Дальше, следующие парни. Сейчас попробовали. Добавили одно упражнение. Это упражнение, когда мы садимся в этом положении. Что мне важно, очень важно, чтобы вы локоточки четко поставили в сторону, да, держали подбородок и тем самым фиксировали шейно-грудной отдел. И сделали то же самое приседание, то есть вы должны вот здесь зафиксировать локоточки. Не просто расслабить, опустить, а зафиксировать. И попробовали точно так же. Сели в это положение и встали. Вот почему надо обращать внимание на осанку, на шейно-грудной отдел. Потому что осанка отвечает в первую очередь за стабилизацию положения спины. То есть растянутость и сила мышц задней поверхности и стабилизация вертикального удержания осевых нагрузок в спине. Попробовали, сели, парни. Медленно. Раз, два, три. Уже лучше. Хорошо, потому что спинку держим. Встаем медленно. Еще раз. Раз, два, три. Хорошо. Теперь повернулись боком. Точно так же. И раз, и два, и три. Встали, повернулись на меня. Опять видим те же самые проблемы, которые подтверждают мою информацию о том, что в первую очередь не растянутые и слабые мышцы задней поверхности бедра и ягодицы и, скажем так, не стабилизированные мышцы спины. То есть, из-за того, что задняя поверхность слабая и не растянутая, включая то, что стопа, скажем так, не до конца работает на проприорецепции, и человеку, в данном случае молодому атлету, приходится компенсировать гиперлордозом вот эту вертикальную нагрузку в момент седа. Дальше. Для чего важно очень, опять-таки, фиксировать шейно-грудной отдел. Вот сейчас следующая постановка. Держим спину, ставим ноги. Вот мое положение. Отлично. Отлично. То есть, смотрите, не опуская голову правильно, я фиксирую плечи. То есть, вот здесь я уже, смотрите, шейно-грудной отдел напряг. То есть, у меня мышцы шейно-грудной части находятся в тонусе. У меня нет вот этих вот сутулостей, кифозов и так далее. Попробовали вот еще раз в этом положении. Попробовали точно так же опять медленно сесть. Раз, и два, и три. Отлично. Вот я вижу, что уже спина работает. То есть, вы правильно включаете мышцы спины. Еще раз, парни. И раз, и два, и три. Хорошо. Теперь повернулись левым боком. Отлично. Смотрим. Раз, два, три. Вот в процессе работы, смотрите, и подключение отдельно взятых звеньев, просто акцентов. Смотрите, как реагирует. То есть, люди, скажем, да, естественно, конечно, по-прежнему не удерживают до конца. Но, во всяком случае, перестали падать. По ногам здесь немножко другая работа. Здесь все-таки зависит от стоп, скажем так, и силы задней, и растянутости задней поверхности бедра. И следующий цикл я покажу, как за одну тренировку, скажем так, расслабить и растянуть заднюю поверхность бедра. Или, скажем так, сделать ее более эластичной. Четвертая стойка. Это открытая стойка. Все-таки мы играем в баскетбол. И руки, фиксация рук очень важна. При игре в защите, при игре в нападении, потому что в момент получения мяча вы должны быть в стойке. Так ведь? Готово. Поэтому пробуем сейчас. Опять-таки я опять лопаточками напрягаю и держу спину. Отлично. Здорово. И локоточки у меня должны быть параллельно покрытию. Параллельно корту. Отлично. И в этом положении пробуем медленно. Точно так же садимся. Хорошо. Хорошо. И медленно встаем. А теперь попробуй чуть-чуть-чуть пяточку развернуть и поставить ноги пошире. Отлично. Здорово. Держим. Поехали. Поехали. Головку не опускай. Да. Да. Вот теперь я вижу, садишься и включаешь мышцы. Здорово. 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 Встали. Встали. Держим это положение. Держим это положение. Для чего очень важно, очень важно держать стойку, потому что, обрати внимание, просто простейший толчок. Простейший. Оп. Простейший толчок. Сильный парень. И попробовали вот теперь мне. Добавьте к этому положению еще сед. Добавьте. Сед. Отлично. Вот спортивная стойка. Упал. Держит. Хорошо. Держит. Держит. Спортивная стойка. Очень важно, чтобы люди умели держать так называемую спортивную стойку. И последнее. Последнее, что я даю. Это вот этот тяжелый вариант, но пробуем делать. Это для хорошо подготовленных. Это так называемый тест для сильных, здоровых, хорошо готовых атлетов. Которым, я надеюсь, вы являетесь в некотором будущем. Попробовали? Вот такое положение. Смотрите. Вот мое положение. Максимально вытяну это. Как будто я беру подбор на щите. И вот в этом положении, смотрите, постарайтесь удержать вот эту вертикаль. И вот с этой вертикали надо опуститься вниз. Постараться до 90 и подняться. Медленно. Раз. Два. Три. Встали. Хорошо. Еще раз. Раз. Два. Три. Неплохо. Неплохо. Повернулись левым боком. Отлично. Поехали. И раз. И два. И три. Хорошо. Встали. Замечательно. Отдохнули. Дальше. Каждый из вас берет по мячу, парни. Вот что делать в этой ситуации? С чего, ну скажем так, начинать? Потому что мне часто задают вопрос, что надо делать, как укреплять спину, как укреплять столпу и так далее. Работа должна вестись, скажем так, в нескольких направлениях. Но самое главное, с чего я, в общем, рекомендую начинать, особенно молодым спортсменам, да и ветеранам тоже, да и тем, кто работает на уровне сборной национальной команды. Это так называемый, опять-таки, миофасциллярный релиз. То, что мы делали для стопы с теннисными мячами, то, что мы будем сейчас делать для ног и для спины с баскетбольными мячами. Кроме всего прочего, есть так называемые фомы, роллы. Это такое более современное оборудование. Но паспудный материал – это баскетбольный мяч, который никто не отменял. И сейчас, смотрите, парни, мне надо, чтобы вы сели, сели и положили мячик под ногу. И вот простейшие упражнения – это так называемые вот эти роллы с мячом. Они достаточно болезненны с баскетбольным мячом, но просто в зависимости от готовности, скажем так, и силы привычки, людей надо к этим упражнениям стараться приучать. Потому что эти упражнения – это не просто самомассаж. Это упражнения, которые отвечают в первую очередь за эластичность ваших мышц. Потому что миофасциллярный релиз – это, как бы так просто сказать и перевести, это, скажем так, увеличение кровотока в мышечно-связочном секторе. И вот я сейчас покажу упражнения простейшие, многие из вас делают, но, к сожалению, нерегулярные. Я имею в виду спортсмены в первую очередь. А надо делать это на регулярной основе. Потому что гибкость и эластичность у всех разные. И вот эти упражнения – одни из немногих, которые помогают увеличить гибкость и эластичность как следствие силы мышечных волокон. Сейчас, смотрите, парни, очень просто. Мне надо принять упор сзади. И мне надо, чтобы вы медленно мячик покатали по икроножной мышце. Назад, вперед. Просто покатали. Покатали. То есть где-то надо сделать, ну, скажем так, 8-10 повторений. Покатали по мышце. Это немножко больно, но покатали. Теперь обратите внимание, как надо катать. Надо катать с небольшим, смотрите, продавливанием мяча, когда вы его катите на себя. То есть вот когда нога вниз идет, вы должны по ходу кровотока давить немножечко на мячик туда. Вот вы опускаетесь и продавливаете, а обратно по инерции работаем туда. Смотрите, вот я давлю раз, продавил, отпустил, продавил, отпустил. Что значит продавил? Значит, я немножко поддавливаю мышцы и мяч. То есть знаете, как вот тесто с калкой катают с продавливанием, чтобы тесто вот это вот раскатать до тонкого слоя, как бумага. Так и здесь вы должны прокатить мячик этот по покрытию. Прокатить, прокатить. Хорошо, парни, хорошо, здорово. 8-10 сделали, поменяли ногу. То же самое. Да-да-да-да-да, будет немного больно, немного неприятно, но надо привыкать. Хорошо, катаем. Катаем, отлично, катаем. Стараемся ногу в колене не напрягать, не держать ее прямой. Не держи ногу. Да-да-да, чуть-чуть можно подсогнуть. Нога должна быть достаточно расслаблена, но катаем. Катаем, катаем, катаем. Хорошо, хорошо, здорово, здорово. 8-10, не больше, достаточно. Отлично. Сейчас будет чуть-чуть больнее, но терпим. Смотрите, я сижу, сижу уже. И смотрите, делаю из стороны в сторону по мышце. Катаю, катаю, катаю из стороны в сторону. Опять 8-10 повторений. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Смена. Покатили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Отлично. Следующее. Поднимаемся чуть-чуть выше. Есть вот так называемая, смотрите, подколенная связка. И вот смотрите, что я делаю с этой связкой опять. Вот по этой связочке начинаю катать. Катать. Коротенькое-коротенькое такое движение по связке. Правильно, катаю, катаю. Место прикрепления икроножные, место прикрепления задней поверхности бедра, двуглавой мышцы бедра. Хорошо, катаем. Катаем. Опять. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Здорово, смена. Другая нога. Отлично. Раз, катаем. Два, три. Хорошо. Четыре, пять, шесть, семь. Здорово. Дальше. То, что я говорил. Смотрите. Меофасциллярный релиз. Фасции. Боковые части. То есть сочленение комбаловидной и икроножной мышцы. У нас нагрузка опорно-двигательная. Она распределяется не только по икроножной мышце, как мы говорим. Забились икры. Нет, нет, нет. Она распределяется и по фасциям. Поэтому очень важно работать в том числе и над фасциями. Здесь, парни, смотрите, чуть-чуть сложнее. Обратите внимание, как я буду делать. Вот смотрите, у меня левая нога. Смотрите, куда идет правая. Крест-накрест. Совершенно верно. Сейчас будет неприятно, больно, но потерпите. Вы сильные. Еще раз смотрите. И в этом положении я принимаю упор на локоть. И что я делаю? То же самое движение накатом, только по ребру голени. По фасции опять. Раз. Давайте сделаем чуть меньше. Два. Три. Четыре. Хорошо. Пять. Шесть. Отлично. И теперь перевернулись на другую ногу. Оп. Опять. Крест-накрест. Упор в локоть. Здорово. Здорово. На бок. И по боковой поверхности. Раз. Все можете. Молодцы. Два. Хорошо. Неприятно, больно терпим. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Здорово. Здорово. Отлично. Следующее. Чуть-чуть отдохнули. Чуть-чуть. Что значит отдохнули? Буквально встряхнули икроножками. Отдохнули. Немножко чуть-чуть расслабили от этих нагрузок. Хорошо. Хорошо. И продолжаем то же самое, но уже по задней поверхности бедра. Помните, я говорил, что у некоторых слабенькая задняя поверхность бедра. То же самое. По задней. Я как бы сажусь выше на мяч и делаю движение по задней поверхности бедра. По всей. То есть от подколенной связки до ягодицы. Катаю. Катаю. Здесь более массивная, более тяжелая мышца. Мощная. Два сильных тяжа. Надо проминать ее. Не ленитесь. Хорошо. Мнем. Мнем. Прямо вот продавливаем мяч. Когда садимся на него, продавливаем. Хорошо. Хорошо. Отлично. Здорово. 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 Смена ноги. Хорошо. Поехали. Поехали, парни. Хорошо. Отлично. Отлично. Хорошо. Здорово. Работаем. Три. Четыре. И пять. Шесть. Семь. Восемь. И продолжаем работать над фасцией. Смотрите, что мы делаем. Вот теперь я уже ложусь опять на ребро на бок, на колено. Повторили. И то же самое упором локтя. По фасции четырехглавой мышцы. По боковой части бедра. Катаю. От колена до тазобедренного сустава. Катаем. 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 Да, 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 да. Не ленитесь. Хорошо. Здорово, 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 здорово. Отлично. Здорово. Здорово. Хорошо. Хорошо. Перевернулись. Перевернулись. Еще раз покатали. Но уже на другой ноге. Покатали. После того, как они закончат, мы сделаем еще раз, проведем раз вот это тестирование. Просто посмотрите разницу. Катаем. Катаем, парни. Катаем. Хорошо, хорошо. Хорошо. Катаем, 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 катаем. Да, 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 да. Катаем. Надо немножко потерпеть. Катаем. Это все дело привычки. Отлично, здорово. Следующие. Смотрите, переходим дальше. Какая часть? Ягодицы. Вот я сажусь сверху и пошел по ягодицам. Опять 8 на левой половинке и 8 на правой. Катаю, катаю. Работаем, парни. Работаем, 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 работаем. Уже втянулись, уже размялись. Уже чуть-чуть полегче. Делайте неплохо. Хорошо. Молодцы. Катаем, катаем. Притом, можно не просто катать, можно еще и повращать. Вот прямо по вертлужным частям. Повращали, покрутили, поменяли. Поменяли сторону. Я менять не могу, потому что у меня здесь спикер, поэтому не могу менять. Я только на одной на левой стороне. Поменяли. Да, 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 да. Покрутили. У меня микрофон здесь привязан. Хорошо. Хорошо. Катаем. Катаем, 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 катаем. Здорово, 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 здорово. Отлично. Молодцы. Молодцы. И точно так же можно слева направо. Покатали ягодичками. Покатали. Покрутили, покатали. Не напрягайтесь. Не напрягайтесь, потому что чем вы напряженнее, тем больнее для вас. Катайте, 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 катайте. Катаем. Хорошо. Здорово. Здорово. Дальше переходим куда? На поясницу. Вот наш поясничный отдел. Прямо по позвоночнику. Катаю упором, да, руки сзади катаю. Опять можно покатать. Слева, справа и по центральной части. Катаем. Хорошо. Хорошо. Катаем, 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 катаем. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Отлично. И дальше, смотрите, шейно-грудной отдел. Что я делаю? Я поднимаю руки и еще глубже мяч прокатываю. Прямо на лопаточке он идет у меня. Хорошо. Катаем, катаем. Здорово. Здорово. Отлично. Катаем. Хорошо. Хорошо. Отлично. Катаем. Катаем. Хорошо. Хорошо. И последнее упражнение на расслабление. Смотрите, я опускаю таз, как бы полусажусь на мяч. Смотрите, расслабляю плечики на мяче. И вот в этом положении попытайтесь полежать, ну, буквально 8-10 секунд. И расслабиться максимально. Хорошо. Хорошо. Только надо опустить. Опусти, опусти, опусти. Вот так. Вот, вот, вот. И дышите спокойно. Не надо дышать на вдохе, на выдохе. Как бы плавный вдох. Выдох более расслабленный. Здорово. Здорово. Отлично. Встаем. 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 Отлично. Чуть-чуть постояли, отдышались. Здорово. И теперь делаем все то же самое, что мы делали до того. То есть, первая наша стойка. Руки здесь. И в этом положении опять под мой счет. И раз, и два, и три. Оп. Снова. Раз, два, три. Готовы? Поехали. Спокойно. Раз, два, три. Наверх. Раз, два, три. Отлично. Еще разок. Раз, два, три. Наверх. Здорово. Раз, два, три. Теперь поставили руки сюда. Здорово. Хорошо. Поехали. И раз, и два, и три. Во всяком случае, все справляются с этой нагрузкой. Наверх. Раз, два, три. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Теперь плечи, руки здесь. Здорово. Поехали снова. Раз, два, три. Отлично. Раз, два, три. Открытая стойка. Раз, два, три. Раз, два, три. И последнее. Раз, два, три. Раз, два, три. Здорово. Здорово. Первый тест на вот этот роллинг, миофасциллярный релиз и повторный тест. Видны вот визуальные изменения, потому что уже, скажем так, во-первых, первое, разогрели мышцы ног, конкретно задней поверхности бедра, стабилизировали спину и непосредственно, скажем так, выполнение спортивной баскетбольной стойки стало проще для людей. Опять-таки, вот это результат вот этой работы в первую очередь. Поэтому, как рекомендация все-таки, старайтесь уделять этому внимание, потому что беговые упражнения, упражнения для развития прыгучести, линейной, диагональной скорости очень важны и необходимы. Но не забывайте о том, что осанка, стойка, позиция, положение. Потому что вот то, с чего я начинал, мы начинаем зачастую наши занятия с каких-то упражнений на ритм. И, к сожалению, продолжаем в этом же ритме работать, не меняя скорости, не меняя стойки, не меняя позиции. И потом, когда мы видим, когда это отображается в результате на баскетбольном корте, зачастую люди падают, теряют координацию, равновесие, не могут работать в контакте, а в основном прыгают и не умеют приземляться, то это приводит, как правило, и к травматизму, да и, в общем-то, результат не всегда бывает положительный. Скажем так, вот это первая часть, так называемый ворм-ап, разминка, которую мы, в том числе и с национальной командой, делаем до тренировки. Без разницы, кондиционная это, либо баскетбольная тренировка. Старайтесь этому уделять внимание. И вы видите, что на это уходит, если взять вместе стопу и бедро, ну, от силы 15 минут. Вот. Следующее. Я хочу показать несколько упражнений на стабилизацию, потому что все-таки вот те упражнения, которые мы выполняли до этого, это упражнения все-таки на растянутость, эластичность стопы и мышц ног, конкретно задней поверхности бедра. Сейчас будут упражнения на стабилизацию спины, потому что мне часто задают вопросы, когда попадают на наши тренировки, а вообще для чего мы делаем вот эти упражнения с резиновыми амортизаторами? Все-таки основа это мышцы-стабилизаторы. Когда мы работаем с резиновыми амортизаторами, мы работаем в первую очередь на стабилизацию, потому что мышцы спины это мышцы-стабилизаторы, так называемые короткие мышцы, которые фиксируют в вертикальном положении позвоночный стоп. И мышцы-ротаторы, более длинные мышцы, это те мышцы, которые отвечают за различного рода ротационную работу. И баскетбол это вид, который связан напрямую с ротацией, потому что дриблинг, потому что кроссы, потому что работа в защитных стойках, потому что пас, потому что бросок, это все мышцы-ротаторы. И вот я сейчас покажу, конечно, большая часть мышц, над которыми мы поработаем, будут мышцы-стабилизаторы, но покажу ряд упражнений, связанных с тренингом ротаторов. Первое, парни, что мне надо, чтобы вы стояли лицом к лицу, вот на этом расстоянии, лицом к лицу. Самое главное, техника безопасности. Резина скользкая, я имею в виду рукоятки, поэтому держать надо крепенько. Вот большим пальчиком желательно закрывать вот эти все остальные пальцы. То есть так называемый замковый хват сверху, потому что начнете немножко потеть, и получится вот такой эффект. На сильном натяжении резина может достаточно больно бить, чтобы не было травматизма. Уважайте друг друга. Следующее. Значит, самое главное, вот то, с чего мы начали, и то, к чему мы готовы. Это наша баскетбольная стойка. Вот мы стоим лицом друг к другу. И мне надо, чтобы мы, как человек, который будет работать на резине, и как тот человек, который ему помогает, чтобы вы стояли в стойке. Спортивная стойка. Баскетбольная стойка. Что значит баскетбольная спортивная стойка? Опять-таки, стойка, гравитация. Я опускаю центр тяжести, таз идет на пяточки. Стойка. Смотрите, в каком положении моя спина. Обратите внимание. То есть я не стою на носках, я не увожу колени внутрь, я не опускаю голову. Стойка. Вот моя стойка. Да, максимально удобная устойчивая стойка. Опять-таки, возвращаясь к тому, что стойка, да, и ты стоишь, и ты стоишь. Ну-ка, попробуй встань с ног. Вот твоя стойка. И ты валишься. Понятно. Стойка. Потому что это работа с сопротивлениями, с резиновыми амортизаторами. Вам очень важно держать эту стойку. Мне надо, чтобы вы работали медленно. Не надо гнать эти упражнения на скорость. Нет. Это упражнение на тренинг мышц стабилизаторов. То есть вы должны делать медленно, но качественно. Первое упражнение. Смотрите на меня, партнер. С чего мы начнем? В этой стойке я делаю, вот правильно, мой партнер помогает мне, и просто держит резину. А я начинаю натягивать резиночку на себя. Смотрите, как работают руки. Смотрите, какая у меня стойка. Где у меня плечи, где у меня голова. Так ведь? Вот мое упражнение. И смотрите, что я делаю. Подворачиваю кулачки, поджимаю локти. То есть я максимально включаю мышцы спины. Я не работаю руками, не пилю дрова. Нет, нет, нет. Я работаю мышцами спины. Правильно. Вот ты держишь стойку, ты чувствуешь натяжение. Тебя начинает сносить немножко. Держать стойку. Встали. И под мой счет. Я вот сейчас начинаю считать. И под счет вы начинаете. Один человек делает, а один просто держит. Готовы? Поехали. Раз. Поехали. Два. Работаем. Три. Хорошо. В стойке. Четыре. Держим стойку. Да, стойка. Пять. Не опускаем голову. Шесть. Не валимся назад. Чуть-чуть вперед. Семь. Здорово. Восемь. Хорошо. Девять. Хорошо. Чуть выше. Десять. Отлично. Поменялись. Следующие. Поехали. Раз. Два. Хорошо. Чуть-чуть повыше. Три. Четыре. Выше. Пять. Да. Не опускаем голову. Шесть. Семь. Восемь. Хорошо. Да. Вот я чувствую, я кладу в область лопаток. Чувствую, что работает десять. Отлично. Что работают мышцы спины. Стабилизаторы шейно-грудного отдела. Теперь более сложный вариант, когда мы добавляем одноопорные стойки. В данной ситуации, смотрите, я в этой ситуации добавляю одноопорную стойку. И здесь уже работает так называемая гравитация. Для того, чтобы не завалиться вперед, не упасть назад, я начинаю регулировать мое равновесие чем? Работой в коленном суставе, в первую очередь. И вот в этом положении я принимаю опять-таки стойку. Удобное и, скажем, устойчивое положение на всей стопе, не переваливаясь на носок. И выполняю ту же самую работу, парни. Сейчас надо шесть, и потом смена ноги шесть. И вот мы посмотрим, как вы держите стойку уже на одной ноге. Стойка. Хорошо. На одной ноге. Раз. Поехали. Два. Стоечка. Хорошо. Три. Здорово. Четыре. Те, которые помогают, не опускают голову. Пять. Шесть. Смена ноги. Вот смотрите, сейчас смена из координации будет немножко сложнее, но старайтесь, тем не менее, контролировать движение. Правильно. Два. Три. Хорошо. Четыре. Не тяни вниз. Просто на себя, коротко. Пять. Отлично. К грудной клетке. Шесть. Здорово. Поменялись. Поменялись. Стойка. Одноопорная стойка. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Смена ноги. Здорово. Смена ноги. Поехали. Стойка. Раз. Хорошо. На всей стопе. Два. Не опускаем подбородок. Три. Четыре. Пять. Шесть. Здорово. Отлично. Смотрите. Обычно. Как бы. Если ты работаешь самостоятельно. Ты можешь эту работу делать под счет. 15-20 повторений. Смена ноги. Или общее количество 30 повторений. Когда работаем в команде. Очень важен тайминг. И там народ работает по 30-45 секунд. Но не больше. Опять-таки в медленном темпе. Со сменой. Вот в командных взаимодействиях очень важен спейсинг и тайминг. В данном ситуации тайминг. Очень важен. Значит, следующее. Что мы сделаем. Давайте сделаем еще раз. Одно из базовых упражнений. Чуть-чуть дальше встань. Немножечко. Базовых. Но в данной ситуации, смотрите. Я опять беру стойку. И смотрите опять. Как у меня работает шейно-грудной отдел. За счет чего. Смотрите, куда я локти. В сторону. В сторону. И опять, что я делаю. Поджимаю кулачки. Подворачиваю локти. Что значит поджимаю кулачки? Поджимаю кулачки. Держу резину. И подворачиваю локти. Поехали. Поехали. Опять мы делаем 10. И смена. Стойка. 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 Хорошо. Поехали. Хорошо. Работаем. Голова. Стойка. Да. Здорово. Здорово. В стойке. Правильно. То есть опущенный центр тяжести. Опора идет на пятки. Не падает, не сваливается. Работает чисто мышцами спины. Стабилизаторами шейно-грудного отдела. Здорово. Не опускаем голову. Не опускаем. Это характерная ошибка, кстати, для больших. Что не держат шейно-грудной отдел. Опускают голову. Начинают тянуть руками. 10. Смена. Смена. Хорошо. Смена, парни. Стойка. Очень важно. Тот, кто помогает, все равно стоит в стойке. Правильно. Тренируешь стойку? Трудно, тяжело. Терпим. Хорошо. 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 Да, 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 да. Правильно. 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 И даже в этом положении, когда я толкаю тебя или выталкиваю, ты стоишь в стойке. У тебя устойчивое положение. Баскетбол – это контактный вид. И если кто-то выбивает тебя, ты все равно должен держать стойку. Что бы ты ни делал. Здорово. 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 Отлично. Дальше. Следующее. Это базовые основные стабилизаторы. В данном случае мы работали над стабилизаторами пояснично-крестцового и шейно-грудного отдела. Что касается мышц ротаторов. Простейшие ротационные упражнения. Чуть-чуть. Статомись. И начинать надо с базовых. Они изометрического характера. Но обратите внимание. Опять очень важно держать стойку. И в данной ситуации фиксировать резину в шейно-грудной части. В первую очередь. И вот я ротацию, начиная с того, что я задаю вот этот режим натяжения резины. И делаю ротацию. Раз. Приведение. Два. Три. Четыре. Приведение. Опять. То есть раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Что очень важно. Что принципиально. Парни, тоже смотрите на меня. Смотрите. Я жестко в стойке. Стою на ногах. Я не кручу ноги коленями внутрь. Не вращаюсь на стопах. Потому что под стопы я покажу немножко другое упражнение. Достаточно жесткая стабильная стойка должна быть. Стойка. И в этом положении, обратите внимание, стойка. Я устойчиво стою. И вот мой партнер натягивает резину. Я ее удерживаю перед собой и поворачиваю. Привожу к себе. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Хорошо? Поехали. Сейчас начинаем. Подсчет. Немножко сложное упражнение координационно. Но, тем не менее, здесь, смотрите, работают стабилизаторы и ротаторы. Комплексное упражнение. Хорошо. Локоточки к себе. Поехали. И раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Да. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. И раз. Два. Три. Четыре. А теперь поменяли сторону. То есть ты становишься ко мне лицом. Здорово. То есть у нас две стороны. Левая и правая. И мы работаем над стабилизаторами левой и правой половины. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Здорово. Раз. Два. Три. Четыре. Не падаем. Раз. Два. Три. Четыре. Опять голова. Здорово. Пошел. Раз. Два. Три. Четыре. Здорово. Раз. Два. Три. Четыре. Хорошо. Поменялись. Поменялись. Чуть-чуть. Немножко будем сокращать, потому что время идет опять. Самое главное, стойка, голова, позиция. Здорово, устойчивое положение. И тот человек, который держит резину, все равно стоит в стойке. Правильно, голова. Здорово. Поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Да, раз, два, три, четыре. Очень важно, парни, я вращаю плечи вокруг оси. Работаем, да. Не руками тяну резину, плечи вокруг оси. Работаем, работаем, работаем. У вас получается. Нет замечаний. У вас все получается. Здорово. Два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Кстати, неплохая обучаемость. Неплохо учитесь. Молодцы. Повернулись ко мне лицом. Повернулись ко мне лицом. Стойка, стойка. Здорово. Великолепно. Поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Не валимся. Раз, два, три, четыре. Но опять-таки, это смешанный режим. Сейчас опустили, парни. Мне нужна одна резина. Одна. Что я люблю давать? Помимо, скажем так, изометрических, статодинамических режимов, Я люблю вот эти упражнения давать еще в динамике. Потому что, ну, все-таки, это баскетбол. Это, скажем так, работа, которая постоянно в динамике, на смене скоростей и смене упражнений, направлений. Как мы можем разнообразить именно по динамике вот эту работу? Казалось бы, в статическом и статодинамическом режиме. Опять-таки, со сменой направлений и со сменой стоек. Опять. Стоишь. Смотрите, что можно добавить? Можно добавить ту же самую ротацию. Отошли, парни, чуть-чуть. Но в так называемой ходьбе. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Сделаем, да? Опять. Я добавляю баскетбольную стойку. Одна резина. Я очень крепко держу ее. Хорошо. Стойка. Стойка. И поехали. На три. И раз. И два. И три. И назад. Раз. Два к партнеру. Три. Держим стойку. Стоп. Какие у нас ошибки? Первое. Во-первых, я не показывал, что я ставлю ноги близко. Нельзя ноги ставить близко. Ноги должны стоять в стойке. Это не спортивная. Это балетная стойка и еще какая-то другая. Это, может быть, спортивные танцы. Баскетбольная стойка. 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 Баскетбольная стойка. Одна ситуация. Другая. Не надо дергать резину. Надо поворачивать плечи вокруг оси. Еще раз. Что я делаю? Раз. Плечи вокруг оси. Не руки. То есть я не кашу сено. Я работаю чем? Мышцы спины. Спина, руки. Спина, руки. Понятно, да? Поехали. Хорошо. Пошел. Да. 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 Здорово. Хорошо. 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 Вижу стойку и вижу ротацию. Хорошо. Хорошо. Поменяли сторону. Поменяли сторону. Еще раз. Нет, нет, нет. Тот же самый человек. Поменяли сторону. Поехали. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Хорошо. Работаем. 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 Только я останавливаю команду. Хорошо. Еще раз. Раз. Два. Три. И раз, два. Здорово. Вот теперь смена. Теперь смена. Попробуйте. Стойка. Стойка, парни. Стойка, стойка, стойка. Положение. Правильно. Следующий этап. Что мы делаем? Я резину ставлю перед собой и начинаю работать. Поехали. Раз, пошел. Раз, два, три. Здорово. Хорошо, хорошо, хорошо. Держим стойку. Гравитация. Низкий центр тяжести. Стоп, стоп, стоп. Еще раз. Смотрите внимательно. Та группа тоже смотрите. Посмотрите, когда я работаю на прямых ногах, меня просто начинает резина кидать из стороны в сторону. А я должен контролировать свое тело, партнеров, противников. Контролировать. За счет чего? За счет того, что я стою в стойке. Гравитация. Низкий центр тяжести. Еще раз. Стойка, стойка, стойка. Стойка, стойка, стойки. Ни в коем случае. Это не стойка. Это развал системы. Стойка. Трудно, тяжело. Контроль. Сделайте это медленно, но в стойке. Очень важно контролировать стойку на самых начальных этапах. Не оставляйте это на потом. Стойка. Спортивная стойка. Вот то, о чем я говорил. Можно работать на ритм сколько угодно и не тренировать стойку. Выйти на корт и до первого контакта. Свалиться и все. Получить травму и уйти. Стойка. Основа сегодняшнего вот этого вот моего занятия стойка. Подготовка к спортивной стойке. Потому как часто не обращаем внимания на стойку именно. Обращаем внимание на какие-то детали, на какие-то отдельно взятые элементы. Стойка. Первая основа всего. Стойка. Хорошо. Хорошо. Повернулись. Повернулись. Поменяли сторону. Тяжело. Терпим. Терпим, парни. Поехали. Поехали. Стойка. Стойка. Голова. Стойка. Стойка. Молодец. 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 Хорошо. Стойка. Да. Вокруг оси. Да. Здорово. 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 Отлично. Отлично. Здорово. Хорошо. еще раз две резины еще раз две резины вот это опять таки упражнения которые отвечают за стабилизацию спины за стойку это хороший тренинг для стойки следующие давайте покажу парни чуть чуть немножко отойдите в сторону опять стойка лицо мкнет к лицу и вот мы делали различного рода такие упражнения такие а сейчас будем делать слева направо упражнение ну как опять в стойке и в движении 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 стойки опять таки стойка то что мы делаем в баскете 1 2 3 1 2 3 1 2 3 в стойке в стойке и самое главное здесь я наблюдаю такую картину когда вы делаете допустим бег спиной так называемый бег педал встаете с ног и начинаете валиться назад с полнейшей потери стойки идет перехват мяча и вместо того чтобы сделать первый шаг человек должен сначала выровнять эту стойку занять какое-то положение только потом сделать первый шаг проходит две секунды и человек пробегает полкорта то есть убегает от вас как от стоячих поэтому что очень важно сейчас под мою команду один держит а другой работает 1 2 3 стойки 1 2 3 то есть я делаю 1 2 3 остановился 1 2 3 очень важно парни между ногами здесь должно быть расстояние как в баскетболе как в баскетболе и нельзя ноги стопами крутить из стороны в стойка 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 поехали 1 2 3 1 2 3 да 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 остановочки делаем стойки хорошо да хорошо опять большой голову опускаем да 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 перед собой смотрим контролирую его контролирует он твой либо партнер либо соперник ты контролируешь его хорошо раз два три стойка да хорошо стойка отлично держим 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 спину держим хорошо не заваливаемся вперед стойка здорово хорошо поменяли резину в смысле поменяли победялись следующие готовы поехали стойка стойка так держим 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 да 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 стойка стойка хорошо хорошо на натяжение на натяжение чуть-чуть плотнее у вас резина немножко послабее чем у них у больших поэтому делай плотнее натяжение стойка раз два три стойка раз два три стойка хорошо стойка 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 да 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 стойка не поднимаемся с ног тяжело терпеть стойки а локоточки прижать да 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 здорово здорово работай 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 хорошо хорошо денис как по времени сейчас отлично отлично здорово здорово это вот опять таки простейший базовый комплекс упражнений главное чтобы я не перебрал там твое время который мы делаем на стабилизацию теперь смотрите как бы как это перенести непосредственно на корт вот всякого рода подводящие упражнения те же самые седы в стойках работа с резиной их то о чем я говорил то что все таки желательно всякого рода подводящие специальные упражнения адаптировать к баскетболу они должны коррелировать они должны все-таки соответствовать работе на корта спортсмена и вот следующий этап вот следующий переход это уже так называемые корреляционные упражнения так называемые промежуточные между работой с мячом и выполнением упражнениях в изометрических режимах что обычно это такие упражнения с которых мы как правило начинаем первый этап подготовительного тренировочного процесса в том числе и в сборной национальной команде потому что эти упражнения скажем так являются хорошими раздражительными рефлекса то есть школы базы двигательной базы двигательной основы и сейчас вот с парнями мы покажем ряд упражнений я просто покажу в плане обучения что мы обычно делаем значит что мне важно парни вот важно чтобы одна группа была вот на этой линии а другая группа вот на этой линии на лицевой и будете работать друг за другом смотрите что мы будем делать для меня вот основа сегодняшней тренировки то что вы учили стойка то есть первое что вы встанете в стойку и смотрите что мы будем делать будем делать вот отсюда от усов до противоположной боковой первое упражнение смотрите с чего мы начнем в стойке раз стойку я держу стойку смотрите я стою опять таки положение стойка широкая спортивная баскетбольная стойка руки обязательно работают это основные базовые упражнения стойка мы уже готовим себя непосредственно к работе с мячом потому что следующий этап эта работа и эти упражнения могут выполняться с мячом вам пока немножко надо вот привыкнуть после вот этой нашей всей разминки держать стойку но уже в движении мы немного попробовали с сопротивлением с резиной теперь пробуем непосредственно корте поехали я начну с этой группой вы просто смотрите на меня и повторяйте первое стойка поехали вот примерно в таком режиме работаем парни работаем в стойку стойку я делаю 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 и дальше можно вот здесь смотрите по лицевой бежим медленно хорошо работаем стойка 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 хорошо держим стойку следующее то же самое я делаю чуть-чуть подгоняем быстрее то же самое но уже с другой ноги стойка 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 поехали да нога работает в стойке 1 1 2 1 1 2 не опускаем головы стойка 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 хорошо 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 держим 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 стойку хорошо хорошо то же самое я делаю смотрите латерально обратите внимание смотрите что я делаю смотрите раз два раз два три раз два раз два три раз два Раз, два, три. Смотрите, обратите внимание, с чем связано это упражнение. Здесь уже латеральные боковые перемещения. И я держу стойку в слайдах. Я делаю раз, два, широкое движение, а потом раз, два, три. Раз, два, раз, два, три. Раз, два, раз, два, три. Понятно? То есть я держу стойку. Низкий центр тяжести. Поехали. Чуть ближе. Чуть ближе сюда. Мне надо, чтобы вы через линию перешагивали. Раз, два, три. Да, пошли. Правильно. А руки? А руки? Хорошо. Хорошо. Раз, два, три. Да, раз, два, раз, два, три. Здорово. Медленно джоггингом бежим. Медленно, медленно, медленно. И еще раз я меняю стороны. Раз, и два. Раз, два, три. Раз, два, раз, два, три. Работаем. Работаем. Раз, два, три. Хорошо. Работаю, 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 работаю на поляне. Раз, два, три. Хорошо. Держим стойку. Хорошо. Хорошо. Неплохо. Неплохо, неплохо, неплохо. Это такие вот просто базовые упражнения, которые как бы следующее звено после работы с резиной. Еще раз смотрите, что я делаю. Раз, два, раз, два, три. Раз, два, раз, два, три. Снова раз, два. То есть смотрите, что я делаю ногами. Все очень просто. Своего рода такое раз, два, три. Разножку. И опять раз, два, три. Раз, два, три. Понятно, да? Все очень просто. Но основа опять-таки стойка. Я не меняю стойку. Я делаю различные упражнения. Остановки, смены направлений. Но я держу стойку. Это работа на стойку. Поехали. Хорошо. 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 Хорошо, хорошо, хорошо. Неплохо, неплохо. Неплохо работаем. Джоггингом обратно и делаем еще раз. Я просто в сравнительных характеристиках хочу показать. Потому что вы видели, как люди работали на этой лестнице, что они делали и что они будут делать сейчас. За одну тренировку очень сложно привить какие-то навыки. Но заложить какие-то основы возможно. Это все выстраивается, как правило, через количество тренировок и количество сезонов. Опять-таки. Для квалифицированных спортсменов достаточно бывает, ну скажем так, одной тренировки, чтобы вернуть рефлексы. Потому что все равно идет некоторое затухание. Это знаете, как в музыке. С утра музыкант играет гамм и разыгрывается, а вечером дает концерт. Так и здесь. Надо дать какой-то промежуток по времени. Это может быть 2-3 тренировки. Но, как правило, квалифицированные спортсмены возвращают рефлексы достаточно быстро. Вот сейчас помните, с чего мы начинали. Вот с этого нашего упражнения. Попробуем то же самое сделать, но только в стойке. То же самое в стойке. Стойка. Стойка. Смотрите. Помните, я делал вам, показывал. И вы делали начинали в стоечке. Попробовали в стойке. Хорошо. Хорошо. Я уже вижу спортивную стойку. Я вижу баскетбольную стойку. Стойка. 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 Да, у кого-то не получается. И при том, поймите правильно, это достаточно сложное упражнение. Координационно достаточно сложное. Но, во всяком случае, я вижу, что есть стремление и понимание, что они работают в стойке. Хорошо, парни. Хорошо. Хорошо. Ничего, ничего, ничего. Не прыгай. Давайте еще раз. Только смотрите, что очень важно. Вот когда ты делаешь и работаешь здесь, на лестнице, очень важно считать. Попробуй подсчет. Сделай. Для больших тяжелее. Но, тем не менее, смотри. Раз-два. 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 Сам для себя. Сам для себя. То есть, я делаю раз-два. 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 В стойке. В стойке. Широкая стойка. Баскетбольная стойка. Поехали. Да. Да. Умницы. Хорошо. Хорошо. Не спеши. Да. Хорошо. Вот, во всяком случае, я уже вижу стойку. То, о чем мы говорили, что работа горизонтальная. Со сменой направления, но работа... Нет вот этих вертикальных прыжков. Просто как пример. У меня, скажем так, был такой спортсмен, который не прыгал вообще на поляне. Никита помнит, Мирсат Туркан. Ну, регулярно 10 подборов человек брал. Стойка. Стойка и все. Понятно, там еще какие-то свои личностные моменты, но стойка была. И были противоположные, не буду называть фамилии. Когда человек упрыгивал под потолок, мяч прыгал по плечам, по голове, там, подборов ноль. Стойка. Баскетбольная стойка. Позиция. Последнее упражнение. Опять-таки на стойку. То, что мы делали, сейчас повторим. Смотрите. Широко, узко. Раз, раз, два. Раз, раз, два. Раз, раз, два. Раз, раз, два. Пробуем. Стоечки. Да! Здорово! Стойка. Есть стойка. Вот из этой стойки человек уже сделает и первый шаг. И сделает хороший бэкпедал, что идет в защиту. Да-да-да-да-да-да-да-да. Немножко сложнее большим. С моторикой тяжелее. Но, во всяком случае, люди держат стойку. Хорошо. Еще разочек, парни. Еще разок. Хорошо. Здорово. Здорово. Здорово, здорово, здорово. Следующий. Здорово. Здорово. Неплохо, 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 неплохо. Не опускаем голову. Вот опускаешь голову и не попадаешь. Да, вот сейчас ты попадаешь. Здорово, 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 парни. Поверьте, это не так-то просто. Я имею в виду вот эти вот упражнения. Достаточно сложные координационные упражнения. Тем более молодые парни, тем более есть высокие. Все-таки основа, вот то, с чего я начал. Я все-таки заранее специализацию. Специализацию двигательного характера. Знаете, нельзя оставлять на потом. Сначала я там разобью ему скорость, прыгучесть. А потом поставлю его в стойку и буду там чего-то там с ним делать. Нет, нет, все должно идти, скажем так, параллельно. И все-таки основа, основа это спортивная стойка. Основа это работа над, скажем, ошибками с точки зрения того, что вы видите. Элементы тестирования, это опыт наблюдения. Это не должны быть какие-то, знаете, вот скоростно-силовые тесты. Потому что я часто замечаю на уровне даже детской спортивной школы. Беру тесты на, скажем, скорость пробегания каких-то отдельных дистанций. Выпрыгивание там с двух ног, с одной ноги. Замечательные, хорошие тесты. Но, честно говоря, информативно они мне мало дают. Гораздо больше информации я получаю от различного рода визуального тестирования, морфологического, антропометрического характера. Когда я методом наблюдения определяю, собственно говоря, сильные и слабые стороны спортсменов, детей в данном случае, да и взрослых спортсменов, которые ко мне тоже попадают в национальную команду. Тогда не буду задерживать ваше внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.